Привет, друзья! С вами Travel Camel и я, Аня. Я сегодня немножечко при параде. Дело в том, что у меня был целый день в Цюрихе. И сейчас я хочу вам рассказать о том, что Цюрих на самом деле это не так страшно и дорого, как кажется и слышится. Потому что как только люди слышат про Швейцарию, сразу же думают, ой, это невозможно, надо быть миллионером, чтобы туда съездить. Но давайте я вам объясню, как тут можно здорово сэкономить сразу на кучу разных вещей. Итак, первое это ночлег. Да, конечно, вы можете заранее забронировать гостиницу или комнату у местных через всем известный букинг или Airbnb. А можете остановиться в кемпинге. Тут есть замечательный и чудесный кемпинг всего в 4 километрах от города. И, да, в центре Цюриха можно отсюда добраться на поезде или на автобусе. Да, ну, как вы понимаете, расстояние маленькое, ездить быстро. А можно добраться на велосипеде. Ну, а вообще, самый бюджетный способ остановиться в Цюрихе, это зарегистрироваться на каучсерфинге. Там полно и полно предложений. Люди готовы вас будут прийти на пару дней совершенно за просто так. Второе. Это еда. С едой, да, действительно, напряг. Когда я впервые зашла здесь в сеть фастфуда, самая дешевая еда, которая, по идее, должна быть, я очень удивилась. Цены были просто заоблачные. Смотрите сами. Это все в швейцарских франках. Ну, это немножечко больше, чем доллар. Или меньше. Я не помню. Тем не менее, в городе есть места, где поесть можно совершенно бесплатно. В заведении Акапулька со вторника по пятницу любой человек, который зайдет с 5 вечера до 8 вечера, может совершенно бесплатно попробовать любые итальянские закуски, которые там выставлены для всех желающих. И за это не надо нисколечко платить. А в ресторане Ля Станца, адрес оба ресторана я укажу в описании под видео, можно поесть совершенно бесплатно макароны с томатной пастой по субботам с 6 вечера. Не знаю, что за акция доброты у швейцарцев, но это отличный способ сэкономить на еде. Третий вопрос. Поды в этом городе вообще не стоит. Любой фонтан, который вы не увидите, в нем будет нормальная питьевая вода. Это очень удобно. Всегда носите с собой бутылочку, спокойно наполняйте ее в этих фонтанчиках, все будет хорошо. А если у вас достаточно наглости и хочется чего-нибудь повкуснее, типа газировки, имейте в виду, что те же рестораны быстрого питания, но не на вокзале, часто выносят аппарат с напитками за пределы кассовой зоны. И любой, у кого есть волшебный стаканчик, может подойти и налить себе любую газировку, какую хочет, сколько поместится. В общем, если у вас есть такой заветный стаканчик, никто вам даже слова не скажет, что вы пьете у них какие-то газированные напитки. Ну и самое прелестное, то что местные пивоварни по субботам в первом половине дня предлагают всем желающим попробовать у них пиво совершенно просто так. Да, чтобы вы могли насладиться и начать ваши выходные, так сказать, с хорошей ноты. Адрес этого заведения, ну, всей этой пивоварни, я тоже приложу в описании к видео. Четвертое. Метро в Цюрихе совсем не бюджетный транспорт. Поездка от одной станции до следующей будет вам стоить минимум 150 рублей. А если вам надо куда-то подальше, то вы рискуете заплатить чуть ли не 500 практически, да. А если уж совсем далеко, даже боюсь представить. В общем, с автобусами и трамваями там примерно такая же ситуация. Но есть один лайфхак. Совершенно бесплатно в Цюрихе можно взять в аренду велосипеды на определенных байк-ренд станциях. И про них вы тоже можете подробнее знать в описании к видео. Их всего несколько в городе. Всего, что вам нужно будет, это оставить залог 20 франков. И вам дадут велосипед на целый день. Пятое. Экскурсии. В Цюрихе полным-полно бесплатных, совершенно бесплатных экскурсий. Их проводят местные жители для туристов и всех желающих. Причем их, то есть экскурсий, такое невероятное количество, что вы сами можете решить, хотите вы посмотреть на достопримечательности или увидеть наоборот не туристические места этого города. Так что вот вам ссылочка, смотрите, выбирайте, что вам больше по душе. Шестое. Это музеи. Музеи в Швейцарии по всей полным-полно, в Цюрихе в том числе. И вход туда стоит весьма дорого. Но по субботам в крупнейший художественный музей Швейцарии, Кунстхаус, вы можете пройти совершенно бесплатно. Зачем туда идти? За тем, что там представлены полотна Бангога, Пикассо и Мане, и еще многих-многих других известных художников со всего мира. Так что есть на что посмотреть. Седьмое. Если вы уже все видели и нагулялись по городу, вполне сыты и довольны жизнью, и просто хотите где-нибудь отдохнуть и расслабиться, вы можете зайти в кафе Жен Сейтс. Оно находится недалеко от центра города. Формат заведения позволяет гостям просто прийти и расслабиться в приятной атмосфере. От вас ничего не требуется, вы можете ничего не покупать, но пользоваться бесплатным интернетом, а также играть в настольные игры. Очень мило даже для того, чтобы просто скрыться от непогоды. Это все хитрости, о которых мне удалось узнать за этот день. Но может вы подскажете что-то еще? Оставляйте свои ответы в комментариях, и увидимся на следующей неделе. Пока!